Возрождение города, который сейчас на всех фотографиях выглядит совершенно по-новому, это не просто интересно. Это помогает узнать наше прошлое, узнать, как развивалась культура и традиции древнего Берестия. Группа инициаторов из Бреста еще летом прошлого года организовали компанию «Берести Стародавние», работа которой направлена на популяризацию древней истории нашего города. Ведь знать прошлое значит быть причастным к нему и уважать память своих предков. Это уникальная спадщина, это уникальный пласт нашей культуры, який в некоем разе нельзя забывать. Я думаю, что при нам все, кто пришли, кто читает нас в социальных сетках, в интернете, по телебачению, максимум так же зацикавится, долучится и будут шукать информацию. В прошлом году мы смотрим, что сирот жахерового города, сирот студентской молодцы, интересность есть для людей, выдатных людей, отбитных, которые живут в их регионе. И тому такие творческие встречи, гостевни, это формат, который был забыт, мы решили его обновить. И вот первая наша встреча, это за Анастасией Фетисовой, которая сейчас и не живет в Берести. И тому вельми добро, что ей выдалась такая макшимость проехать в наш город. Мероприятие, которое организовали инициаторы общественной компании Берести стародавней, не могло обойтись без нашей землячки, художницы Анастасии Фетисовой. Сейчас она живет в Польше, много путешествует, знакомится с интересными людьми, которые открывают ей факты из истории тех мест, где она бывает. Но ни один город не сумел так ярко отразиться в ее творчестве, как родной Брест. Работы мастера узнаваемы своей многопредметностью и некой архаичностью. Прежде чем написать очередную картину, мастер кропотливо изучает историю и архивы города. И только после этого берется за кисть. Я закончила интерьер и оборудование, проектировщик. Но очень заинтересовалась история Бреста, она меня просто потрясла. Мы с Ириной Лавровской штудировали эту всю историю. Крепость, мы там ходили, она мне рассказывала, как все было. И настолько на меня это произвело впечатление, что я вдохновилась и стала заниматься живописью больше, чем проектированием. Хотела вот это все, что исчезло, и никогда не вернуть. И никто об этом не знает, потому что я родилась в Бресте и никогда даже не могла представить. Такая колоссальнейшая история 11-12 век и до сегодняшнего дня. Сколько бы времени не прошло с того момента, когда зародился наш город, все равно найдутся те, кто отыщет заброшенный фундамент и захочет возродить на нем именно тот каркас, который когда-то представлял ценность. А вот каким путем возрождать былое, каждый вдохновленный решает для себя сам. Продолжение следует...